Задача Я ввезелась Я с Андреем едешь? Я не знаю Итак, поговорим Поедем Что, брат, сказали еще? Что читать? Третий Вот я сегодня припоздал Автобус не пришел Сейчас на остановке попорчал Всякие исправления были Где? Все нормально уже? Задача читается Так, 13 В тех местах был там же Сейчас летают гроны Проходим, проходим Это один из мифов, да? Так, 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 давайте Давайте Все-все-все-все Все-все-все-все Не надо давить Все зашли? Вот же там есть Еще целое И где-то в каком-то наборе Не знаю Злоба у меня упала Куда-то вниз Из земли Ну, это много Ну, это много Всякий сверный Вестность И благослови Души Наша Милостивый Милостивый Господь Молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Прибудь с нами И благослови наше собрание Прости наши Прегрешения И мысли наши Направь Горнему Господи На Тебя уповаем Тебе за все хвала Отец и на Дух Святой Аминь 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 Двадцать седьмого вечера будет истоять. Двадцать седьмого, двадцать седьмого я буду, наверное, здесь готовиться. Так, ну что еще? На Страстной Седмице я советую вам, здесь вы не будете, значит, кто ближе, где храма, сходите, потому что служба, это единственное в году, которое совершается, начиная с четверга, четверг, пятница, там вынута чтеницы, чтение Евангелия. Постарайтесь быть в молитве, в храме. Вот, ко мне какие есть вопросы? Про дороги кто-то спрашивал? Дороги у нас есть, русские дороги. Можно проехать, ходить на воздушной подушке какая-нибудь, такая есть, если, или бронетранспотем. На контактах? Да, на дороге-то есть. Луни-то, дороги. Да. Вот. Пути называют, направления. Ну, видите, как, может быть, подсохнет, если будет, говорят, что сегодняшнего дня, вроде, погода будет наладоваться. Не звонит, как-то когда, пятница, наверное, или четверг, отец Иоанн. Как у вас погода? Да я говорю, я еду сейчас, что-то уши замерзли у меня. Как, сколько? Да, шнег выпал и мороз. А у нас, говорит, 26 градусов. Люди ходят, все, говорят, уже в майках, там эти... В шортах. В трусах, да. В шортах. Вот, говорит, сухота, говорит, такая. Я говорю, ну, ничего, что, к нам придет когда-нибудь, и у нас будет тепло. Вот. У нас же Сибирь. Ну, так вот, все тогда. Просфорки берите. Просфорки я беру, это договорился о Знаменском монастыре. Там пекут они, и там муки купил, и братья попросили муки. И они так не продают, а вот кто там муки привез, я, значит, они... Заранее звоню, извините, говорите, что мне нужно столько-то там, столько для сужения, столько маленьких. В этот раз я взял для сужения пять штук, и тридцать пять маленьких. Вот так. Так, кто сможет? Вот это постирать надо. И черное. Все, ты постирай. Так, и вот это я сниму подрядчик, тоже мне это надо будет. Это уже давно я не вижу. Так, ну что, поминей никаких нет? Вопросов, пожелания или что-нибудь? Пожелания, берегите тебя. Это как? Научи, как? Проси помолиться. Я был, когда, ну, в пятом классе учился, это было у дедушки с бабушкой, мы сюда, с пятой, шестой, седьмой класс были. А я как-то, дедушка куда-то уехал. И мы остались, значит, бабушка и я. Братья. А я один спать, когда, боюсь, что там это, бабушка там на кровати, это там на палатах, на печке спать. Бабушка, пусти, я с тобой лягу. Нет, ты дрегаешься сильно, я тебе не это, не пущусь с тобой спать. Я ноги связал, берегу, и головки к кровати привязал, чтобы, ну, и бабушка тогда разрешил. Думаю, как подрасту большой, я сделаю такой железный этот, и на ночь буду туда ложиться и закрываться. Как мне сегодня, батюшка, храни себя. Я говорю, что только вот, я вспоминаю, железный ящик. Храни тебя. Если Бог, говорит, не охраняет град, то нам напрасно в воду стражу. Понимаете? Конечно, мы не должны искушать Бога. Вот что, что говорится, бросься вниз и тебя, конечно, не искушай Господа, где можно. А так, что не зависит от нас, много бывает. Я всегда говорю, у меня было в жизни, в моей шесть смертельных случаев в жизни, которые я должен был не остаться живой. Но, по сей день пока. Уже в Потеряевке было, в Потеряевке было. Жеребщик у меня был, корогез. Я вот жеребенка вырастил. Смирный, хороший, все. После грабли, запрел грабли, сено сгребать. Конные грабли, видели какие? Какие там зубья. Ну и я сел на сидушку-то и поехали что-то. И я что-то отвлекся в это время, не попади под этот пенек небольшой. Грабли как тряханули. Он как рванулся. И я с этой сидушки-то упал, и я уже в граблях в этих. И он как выскочил от деревни, это пруд возле старого дома-то. Он сюда выскочил на это. А я прямо в этих пальцах, думаю, все. Господи, прости. Что успел? Вот одно колесо ударяется о столб, и грабли переворачивается вот так вот. На спине. И я вывалился из грабли. У меня только рубаха была разорвана, и вот на голове сейчас небольшая шишечка так осталась. Все. И он как понес по деревне, на разъездках, к кладбищу. А не было машин, Игорь Барабаш. На мотоцикл, сказали, да, ну что, поехал, поехал. Он там за березу зацепился. Где только он все. Ну, грабли, конечно, повредил сильно. И все там. Вот так вот. Это что? Надо столбик было, чтобы один раз столб ударился колесом, перевернулись. А если бы не выпал, то все там бы, ничего не осталось. И других. Несколько случаев еще таких, что было. Вы запишите для истории. Ну, для истории могу рассказать. Мне 16 лет исполнилось. И нужно ехать в Корщино в армию записывать, как это, приписное свидетельство получать. Так, а время было, наверное, март месяц. Или так, начало апреля уже начало подтаивать. Ну, еще снег был, так это. Мне седло. Я на тоже жеребчик такой был. И я еду. Хорошо, тепло. Так, объезжаю, где лед есть. Жаворонки уже поют. Ну, я так это радуюсь всего. Кустика из-под кустика. То ли куропатка, то как вылетел. Он как в сторону, так как махнулся. Я седла-то как это. Одна нога у меня осталась в стреме. И он попер. А хорошо я надел отцовские валенки с галоши. Они большие были. И у меня нога-то выскочила когда-то, и я выпал. Я уже думаю, ну все, сейчас он разнесет. Ну, и все, теперь я иду. А вот там уже прибегал. На ферму прибежал. Я ехал километра три от этого. Смотрю, скотники наверху, на лошади. Скашет сюда, думает, ну все. Он прибежал туда-то, валенок так остается в стремени. Вот он. Все, а я одна нога, по щекам, другая валенки иду. По этой. Нет, тоже так было. Ну вот. В армии служил. В строю мы там, строительные были. Пятый этаж уже. И шахта для этого. Лифта. Лифта была. Ее закрывали всегда там, что этаж, вот закрыть. Кто ее открыл, не знаю, кто-то открыл. Утром-то рано, значит, зимой еще темно, выходим на работу уже. И я ишел, я в эту шахту-то как шагнул и сорвался. И только, а там торчала арматура вот так вот. И я бы ушла, там зацепился за эту арматуру. На первом же, как только я упал и полэтажа, наверное, пролетел. И за арматурой-то зацепился. Я вишу, закричал. Ну, подбежали там ребята, потом меня вытащили. Если бы там из четыре этажа идти, там бы бетон все, и там арматура, и там было. Ну, в детстве ему было полтора годика, мы же Игнатий и помним. Мама говорит, заболел. Все, заболел, заболел уже, все там. А тогда что, ну, заболел ребенок, заболел, что там. Бехоманка, говорит, какая-нибудь, или еще что-нибудь болезнь. Так куда, в больницу там некуда. Все, вечером, говорит, там пришли бабушки, помолились уже, как это, за упокой. Все так собрали. А утром, говорит, встал все-то дышать, 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 дышать. Подышался. Ну, вот все и так. Какие все это случилось? Лет пять, мне было, наверное, шестой год было. Возле дома была привязана на веревке кобыла хромая. И у нее же ребенок только что несколько дней родился. И я там ходил все, вот. И взял же ребенка сзади, по холке похлопал его там. Он как, легнул меня сюда-то. Я упал, говорит, и посинел, и все, не живой там. Ну, что, мать выскочила, что там. Давай святой воды там, побрыжгали святой водой, в рот там залили. Ну, отошел. Отошел. Ну, смотри, сколько есть. Да, Господь нас берет. Да, берем Господь для чего-то. Поэтому... Я так, что сколько Господь предъявил, сколько... Ну, должны мы, конечно, говорится, жить и не просто так, что идти. А я пойду, у меня там ничего, я заговоренный. Нет, не заговоренный, но... Береженого Бог бережет. Да, нет, правильно, береженого. Берегись ты, сколько угодно, берегись. Он берегись, говорит, охранник идет там, охрана такая, столько его убивают. В Америке президент, охрана едет с охраной такая, раз убивает президента. Ну, все, не поверить, никак это, не надо в этом говорить, что Береженого Бог бережет. Нет, сам себя, когда ты думаешь о том, что не искушаешь. Да, вот так. Ну, вот так вот, поэтому... Нужно всегда, говорит, быть всегда, как вот случилось сегодня. Всегда должны мы, как говорится, пасху эту радость общения с Господом всегда иметь в себе, не терять этого. Даже, по-сам, да, Давид молился, как? Господи, не отверни мне лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отримет меня. Молился, согрешал он и молился. Вот молитву эту всегда повторяйте, не отверни от лица Твоего, Господи. И Духа Твоего, если он не отримет, он когда это покидает, тогда семь злейших вселяются и будут руководить. Об этом нужно всегда, говорит, а не о том, что охранять себя, да где там, сколько, сколько Господь позволит, сколько и будем жить. Я с кем начинал служить, уже смотри, Евтихий умер, отец Михаил умер, еще там два Михаила, с которыми я был, отец Власть и Архимадевит, мы вместе служили, знаменитый он был там в этой москве, умер. Да сколько уже здесь приставки было. Поэтому так вот. Ну все тогда, занимайтесь. Я вчера выносил здесь мусор и подошла женщина молодая, не молодая такая, она говорит, а вы знаете, что городская администрация дала согласие убрать все эти дома и строить большие дома. Это, вам понятно, что я понимаю? Да. Понятно. Ну я говорю, то еще просто так мы не сзадимся, будем говорить, какое это здание, кому оно принадлежит, откуда оно пришло, покажу все справки. Была это уже попытка. Вот рядом здесь, почти три этажа, там Данелия, хозяин был, грузин. Ну, малая малька познакомился, но узнал, что у него там ночные как кабара, там столбы какие-то, там полуголая баба по нему лазит и что-то такое. И они, значит, посягают на это место. А что можно сказать? Ничего. Мы стали молиться. Я в осени приезжаю, а его нет, он умер. А жена в краевом, где там все эти документы находятся, я ее знаю, нету. А тут сразу образовали поликлинику на этом месте. Дальше. Вот рядом дом здесь был. Гаврили, тут невозможно. Уже ночь, они включают там рубильник. Ну, я приезжаю. По доме разбираются, всем квартиру дали, их никого нету. Воевать-то не с кем. Мы должны только усилить молитву. Будете за каждым разом. Господи, нам было так хорошо, ты так это устроил. Как батюшка однажды сказал, хорошо, что брата посадили, иначе молиться нигде было. Это же за то, что я освободился. Бился 11 лет, шел в суд. И вот рассчитается нечем, недвижимостью. С 13 соток и два здания. Как сейчас помню, глава железнодорожной администрации говорит, но уже полностью решение было. Там сильно помог тогда был, юстиции заведовал, который регистрирует. Он теперь генерал-лейтенант в этом. Что-то такое вот имя, фамилия его было. И он встал на мою сторону. Все. Все решилось. Я говорю, 100 квадратных метров, а дали 226. Это Господь сделал так. Второе, я вопрос задам вам. У меня какие звания есть в этой сфере, в общине? Какие знаете? Староста, пропаление, чтец. А? Чтец. Чтец, дальше. Староста. Староста. Ну, миссионер-попечитель. А что это за должность такая? Кому она дается? Который исповедник. Который... Особые заслуги, когда власти тебя мучили. То есть у меня на учете стоят по хищнике все. Вот он подрастает. Моя задача, как идет. Она раз и мне написала. Так. Все, ответ получен. Еще проходит дня два, возникает что-то. Я обращаюсь к прошлому здесь. Так, так. Валерий. За неделю уменьшился долг ваш? Долг не уменьшился, но разговор... Компания не закладывает, а отражается. Пот там будет. Бумажку положите и все. Так. С Василием встретился, поговорили. И до Пасхи. До Пасхи. Значит, рассчитайте. Дело в том, что здесь записано было. Лавиной пошли. Отзывы. Это ваша община такая. И сразу 140-я, 141-я статья. Брат из Февастен. Что они означают, эти статьи? А чего? Статьи какого? Ну, я не могу сказать. Абитанский город. Что-то, 141, отвечать надо на него и выдавить, не бойся сразу. То есть, я как подпечитель должен заботиться и о тебе, и о том, кто пришел сюда. Он пришел-то никому. Ко мне это, Василий, просьба, поскорее сделай это дело. Севастьян говорит, что ни из одного закона, который он помнит, эти статьи не действуют в этой ситуации. Ну, не знаю я. Просто я 140 и 141 кто-то указал. Тот, который... Ну, да, видимо, мало... Ну, что-то, может быть, и не относится к делу. Так, это первое. Значит, к Пасхе рассчитаешься, да? Да. Слава Христу! Слава тебе, Боже мой! Слава Христу! Второе. Значит, на этой неделе, мы четыре недели уже прошли, на этой неделе будет самое длинное богослужение канона Андрея Клицкого за одним приемом. Знаете, и у нас оно по трем ступеням идет. Простительное благодарение и славословие. То есть те же самые события, 204 события, ничего не меняется, но только «Помилуй меня, Боже, помилуй меня» припев, а здесь «Благодарим Тебя, Боже наш». А третье будет «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», но события маленько так. Первое. Я как невитянин, я погибаю, помилуй меня. Второе. И Ты помиловал этот город, Господи, благодарим Тебя. Это точно тот же канон. И третье. Как Ты велик, могуществен и добрый, Господи. Слава Тебе, Слава Тебе, Христия Боже наш. Аминь. У нас некоторые еще ни разу не были на этом. Я прошу, кто у нас успели уйти, поговорите. Время коротко. Вот 50-й Псалом – это самый популярный материал во всем мире на всю литературу. Главное – это Библия. В Библии главный Псалтирь, Псалтирь, 50-й Псалом. Что вызвало? Два смертных греха. У него точно так же. Но грех этот не знают даже священники. И когда я указал, откуда вы узнаете, я сразу открыл. Даже игумен здесь был, который... Что? То есть он подписал анаприю 6-му Осиненскому Собору. А когда Господь поразумел ее, он сахал только, что делать-то. И Господь дезуировал подпись свою и написал вот этот канон. Он всем нам нужен. Что в жизни сделал? Я бы рад по-другому с кем-то. А его нету. Там он сумел как-то повернуть. А тут ничего нет. Это для нас все. Так, Николай, вы ступи, иди. Я сяду. Всем привет. Ну, короче, извините, братья. Всем поклон. Мир, братья. От супружницы моей. Вот. От супружницы моей, вот, значит. Но... Что сказать? Ну, две операции. Первая, ну, не совсем как бы утешила. Вторая, полное утешение у меня. То есть, то, что нужно для ее возраста, для ее пола, для женского, будем так говорить, это у нее сейчас очень хорошее состояние. Ну, ну, физическое, физическое состояние. Да, что-то там. Я вот сегодня с шести часов с тряпкой бегаю по дому, там, и тряпка, и душ, и там, в общем, уход серьезный, потому что, ну, не все бывает уже тоже заговаривать, как бы чисто. В общем, я тоже самое потихоньку, значит, побаливаю, страдаю давлением. Ну, сейчас вот поехал сюда, у меня 185. Ну, думаю, все равно поеду. Копать, надо было. Вот. Ну, это ерунда у меня, капотан в кармане, я его ем, уже как сахар в чай. Будем так говорить, чтобы это, потому что, ну, летом не знаю, будет. В основном я считаю, что это у меня... Прошу обратить всех внимание, что вот лично у меня это все моральное. Моральное. Духовно, да, мы молимся. Вчера, Надя, даже вечером, давай-ка, это, пошли, молятся. Говорю, ну, пошли, говорю, ну, ну-ка, давай, вечерние правила она. Давай. Там. Пыталась, пыталась. Ну, ну, Богу и это ценно, что она стремится. Она вообще участвует там и перед едой и прочее, и прочее. Ну, вот сейчас она просилась, я говорю, а что ты приедешь сюда? Ну, что? Тем более, время уже столько, тут уже к концу службы. Я сам-то вырвался кое-как, помолился, с Господом ее оставил и уехал. Думаю, что будет, то и будет. Вся проблема в чем? Что она бывает бесконтрольно, делают какие-то дела. То к плите газовой лезет, то ей на улицу надо. Вот какой дома там она, ну, в рубашке, в халатике. И на улицу. Говорю, а что ты на улицу пошла? Я не знаю. То есть, понимаете, что это не просто так. Оперативное вмешательство в самый практически важный духовный орган – мозг. Потому что в большинстве случаев мозг управляет телом человека. А душа остается на втором месте. Как бы у человека. Вот у нее вот это вот нет согласованности. Она хочет делать хорошо? Я это не то, что говорю. Но у нее не всегда это получается. Не всегда. А так все нормально. Она ходит, пьет, кушает, молится. Значит, ну, человеческие какие-то поступки, да. Ну, она бывает, это спрашивает у меня, а где Коля? Я говорю, что такое Коля? Ну, муж мой. Вот он уехал, а что-то не приезжает. Я ей свой, ее паспорт показал. Что там я записан, свой паспорт показал. Говорю, я похож? Похож. Так я твой Коля. Опять пройдет маленько. Что-то он давно не приезжает. Честно, куда он делся? А вчера, это у меня сосед там, ну, он отошел в мир иной, в какой верхний, нижний, скорее всего, в нижний. Вот. Я зашел, ей говорю. Ну, вот так и так, там сосед, Федя у нас жив, он, говорю, это почил. Ну, что с ним, я не знаю, вот. И вышел опять. Ну, я на улице ходил, чтобы это маленько, оклематься-то. Захожу, ну, где-то сейчас пришел. Я там то в теплицу зайду, то еще что-то. Сейчас пошел, она... А ты что, на поминках был? Я говорю, на каких поминках? Ну, как, тебя же пригласили. То есть, понимаете, вот такой вот, у нее это все работает, но бывает слишком обостренное. Вот это вот. Поэтому, ну, для женщины это бывает. Ну, если скажешь, она делает. А если не скажешь, она тоже делает. Вот в чем дело-то. В чем нарушение. Ну, это не нарушение, а как бы... Может, это ее нормальное состояние. Я откуда знаю. Все только Господь знает, как правильно в человеке должно все это быть. Вот в чем дело-то. Поэтому, ну, она всех благодарит. Сейчас я рву когти и быстрее что-то... Лишь бы на улицу не вышло. Вот, потому что она в тапочках. Ладно, говорю, ты одень сапоги там. Что-то там в этой... Ну, тепло-то оденься. Даже ты упадешь. Все равно ты не замерзлый. Земля уже теплая, талая, как бы. Все дела. Ну, все равно. Ох, ох. Вот тоже задыхается. Вот так вот происходит. А закрыть нельзя ее, да? А еще хуже. Я понял так, что будет еще хуже. Потому что у меня уже был такой прецедент. Думаю, это... Я, знаете, в город поехал тоже. Что-то надо было. Срочно. Думаю, я вот, вот, Надя, 40 минут и все. И закрыл. А соседу сказал, что... Сережа, ты это посматривай там. Ну, он так, напротив меня живет. Ну, мужик тоже. Он говорит, ладно, ладно, дядь Кольф, все. Я понял, что зря я закрыл-то. Что случись? Он в дом-то не попадет. Что, окна бить только? И поэтому пусть открыто. Я говорю, ну, вот так вот. Вот все. И я понял одно. Что, значит, забота о ближнем... Это не просто... Слова. Не просто слова. Не просто слова. А дела наши показывают нашу веру и любовь к ближнему. Только дела. Ничего. Вера, может быть, у нас верующих по страны. Из 140 миллионов половина верующие себя считают. А когда вы, знаете, забейте постный салат. Постный салат. И там везде яйцы. Везде там... Сыр. Сыр там. Это какой-то там... Ну, в общем, вот. Я их не обвиняю. Ну, вот и все. Вот как бы. Ну, она как бы понимает, что пост, как бы, вот это... Все. Хотя ей надо там это питание. Потому что это не просто так. Ну, икос контакт. Будем так говорить. А что-то ей надо, чтобы там работало в голове. Какие-то там энергии-то она... Она тратит много. Но аппетит у нее, будем так говорить, очень хороший. Может было лучше, но я даже ей не даю уже больше. Потому что она бесконтрольно может есть, и есть, и есть. Грецкие орешки. Это тяжело. Грецким орехом нужно, знаешь, что самое главное? Зубы. Зубы. Вот и все. А у нас ни грецким, ни каким орехом уже нету. Мы уже картошку трем вот так. Как там очень. Смысл-то какой, никакого. Короче, братья, простите, что... Дай бог тебе силы и терпение. Бывает. Но тебе всегда... Я вроде не хочу сюда, но не всегда, судя по домашней обстановке, как бы... Оставить я ее не всегда могу. Вот в чем дело. Она вот ночь... Днем выспалась. Я ее уже всех полюбудил. Все. А всю ночь не спала вот эту прошедшую. И поэтому... И она там за стенкой еще буршит, как мыши. И я не сплю. Медсестный. Думаю, ну что, она сейчас пойдет куда-нибудь? На улицу. Думаю, давление. И так. Ну вот, вот эта вот канитель, она идет. И поэтому были дни, когда... Ну, спокойно они проходят. Я утром, бас, давление... 140... 135 даже было позавчера. Ну, вчера уже 170, сегодня вот 185. Ночь не спал вот тебе. То есть вот это вот напряжение, оно передается людям. Поэтому, как бы... Видите, не просто так вот я не спал, на рыбалке сидел. Отдыхал. А я думал о другом человеке. Мольился или что-то там. Вот, и вот эти вот переживания, они все нервная система. У меня уже ее практически нету. Она как старый забор. Уже вся дырявая. Уже выдержать я не могу. Ну, много. С Божьей помощью, брат. Да, поэтому... Ходичка, мау. Безет Сталева, настаивать, чтобы мы туда переезжали. А вы как пока? В Кострому. Раздумны. А мы молимся. Да поможет вам, конечно. Только Господь откроет. Пусть они к нам возвращаются. Ждем. Милости просто. А вот ты попробуй в Топчиху переедешь. И узнаешь потом. Ну, легче, чем вам ехать туда на старость. Ты мне нужен. Сегодняшнее чтение. Послание к евреям. Святого апостола Павла. Глава 6. Стихи с 13 по 20. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стихи 13 и 14. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог ничем высшим кляться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословляю тебя и размножая, размножу тебя. Толкование блаженного феофилакто-болгарства. Так как много было таких, которые наследовали верой обетование, то он пока теперь опустил всех прочих, оставляя их для последующего. И напоминает только об Аврааме, как по важности лица его, так особенно потому, что он и удостоился, и получил обетование. И этим он также показывает, что не должно предаваться малодушию, но уповать на Бога, который обычно не скоро исполняет обещания, но спустя долгое время. Когда же Бог клялся собою? Или в самих словах, в которых говорит «я клялся собою», а может быть кто-нибудь скажет, что в слове «истина» содержится клятва Бога собой, ибо «истина» значит «по истине». Это есть не что иное, как утверждение истины, но истиной может быть кто иной, как не Бог. Так и Господь в Евангелии, говоря «истина, истина» говорю вам, Иоанна 11, 26, клянется той же самой клятвой, клянется самим собой, как и Отец, так как не имеет клясться высшим. Однако некоторые думали, что и сам сын тогда беседовал с Авраамом, ибо Писание говорит «сказал же ангел Аврааму» бытие глава 18, но никаким образом, говорит, отец не мог быть ангелом, но сын великого совета ангел. Стих 15 Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное толкование. Каким образом в конце послания говорит, что они только издали видели исполнение обетования и радовались? Евреям 11, 13 А теперь говорит, что Авраам получил обещанное. Не об одном и том же говорит здесь и там, но здесь говорит об обетованиях земных, которые Авраам получил спустя долгое время, а там о небесных, которых он еще не получил. Однако и то, и другое, и то, что он получил, и то, что он еще не получил, служит утешением для малодушных. Одно потому, что и мы получим, если обнаружим долготерпение. Другое потому, что если еще не получил тот, кто достиг совершенства за столько лет раньше, то слишком неразумны мы, негодующие на то, что еще не получаем. Смотри, как он сказал, долготерпев, получил обещанное, чтобы показать великую силу долготерпения, и что не одно только обетование совершило все, но и долготерпение. Здесь же внушает им и страх, давая понять от противного, что малодушие препятствует исполнению обетования. И это случилось в пустыне с древним народом, который малодушиствовал и совершенно не получил обетования. Итак, кто-либо скажет, почему же святые, долготерпев, не получили, как говорится в конце послания, они во всяком случае получат, а роптавшие из народа и не получили, и не получат. Стих 16. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их, толкование. То есть клятвой разрешается недоумение во всяком прикословии, ибо много говорит и возражает в споре с той и с другой стороны, но клятва, являясь последней и подтверждая, разрешает все сомнительное. Стих 17. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Толкование. То есть потому именно, что клятва придает людям полную уверенность, и Бог клянется. Или посему, вместо в том, что клялся, говорит Бог самим собой, Он с избытком доказал нам, что всячески и непреложно исполнить то, что обещал. Ибо хотя Богу должно было верить и без клятвы, однако Он снисходит ради нас и смотрит не на свое собственное достоинство, но чтобы убедить нас, Он попускает говорить о себе недостойное. Ибо мы, верные и благословенные в семени Его, которой есть Христос, являемся наследниками обетования. Смотри, как и когда говорит, как и тогда говорит, что Сын посредник между Богом и людьми, ибо Собой, как Словом, клялся Бог и Отец. Стих 18 Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Толкование Какой и какой? Как тем, что просто сказал и обещал, так и тем, что к обетованию присоединил клятву. Так как у людей считается более достоверным то, что с клятвой подтверждено, поэтому и Бог присоединил ее, в которых, вместо из них, из этих двух вещей обетование является наиболее достоверным, и невозможно Богу солгать. Посему, как поклялся Он ради нас, хотя Ему и недостойно клясться, так понимает то, что, Евреям 5.8, хотя Он и Сын, однако страданиями, навык послушанию. Ибо и люди более считают достоверным то, что познано на опыте, то есть великое утешение и ободрение. Это сказано не только по отношению к Аврааму, не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, предбегшим к Нему, то есть возложившим на Него надежду. В чем же мы имеем ободрение? В том, чтобы держаться за предлежащую надежду, то есть чтобы мы, на основании того, что дано было Аврааму, были убеждены и относительно обетований, касающихся нас, и не сомневались бы относительно грядущих и небесных благ, на которые надеемся. Напротив, чтобы мы твердо и безопасно держались этой надежды и не утратили ее. Ибо обетование Аврааму есть обетование и нам, и преимущественно нам, уверовавшим во Христа, как сказано выше. Стих девятнадцатый Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Полкование Эту надежду мы имеем как якорь, ибо как тот якорь во время бури дает устойчивость кораблям, так и надежда делает твердыми и терпеливыми людей, колеблющихся под влиянием искушений. Не просто, сказал, якорь, но безопасный и крепкий, ибо бывает якорь, который не сохраняет устойчивости корабля, или когда он испорчен, или когда он очень легок. Совершенно справедливо он вспомнил не об основании, а о якоре, потому что основание прилагается к людям весьма твердым и любомудрым, а якорь, подвергающимся буре, какими были те, будучи обуреваемы искушениями. Выше сказал, надейтесь, ибо сбудется то, на что надеемся. Теперь, уверяя более совершенно, говорит, что мы уже и имеем это в надежде, ибо она, вошедшая внутрь неба, сделала то, что мы уже при обетованных благах, хотя еще находимся на земле, хотя еще не получили их. Такую силу надежда имеет, что земных делает небесными, так как в Ветхом Завете завеса отделяла святая святых от остальной скинии, так и небо для нас завеса, отделяющее земное от божественнейшего и пренебесного. Стих двадцатый Куда пред течью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мюнхиседека. Полкование Сказавши, что надежда наша восходит на небо, подтверждают сказанное, удостоверяя это делами. Ибо и Он, Христос, вошел, и не просто вошел, но вошел пред течью, то есть как бы убеждая нас, что и мы должны войти. Ибо пред теча идет впереди кого-нибудь, следующих за ним, и расстояние между пред течей и следующими за ним совсем невелико, как и между Иоанном и Христом. Поэтому не смущайтесь, скоро и мы войдем туда, как наш пред теча. Но не удовольствовался, сказав пред теча, но прибавил и за нас. Для большей убедительности, и как бы так говоря, сам Он не нуждался в том, чтобы войти туда, ибо зачем Ему это, когда Он Бог? Но как ради нас Он воспринял плоть, так ради нас же Он вошел и внутрь неба, чтобы нам открыть путь. Посему необходимо войдем и мы сами. Или выражение «за нас» означает, чтобы ходатайствовать за нас пред Отцом, как и первый священник, входил во святое святых однажды в год молять за народ. И это величайшее утешение. Если наш первосвященник на небе, то Он и много лучше иудейских первосвященников. Именно по способу избрания, ибо Он не по чину тех, но по чину Мелхиседека, и по месту, и по скиньи, ибо Он горе и на небе, по завету, ибо о более великих и более совершенных благах, и по постоянству, ибо вечный, а не временный, и, наконец, по личности, ибо Он – Сын Божий. Поэтому не падайте духом, но все это сказано о Христе по плоти, чтобы по плоти Он и стал первосвященником. Богу нашему слава! Слава, Рики! Вот слушаю сейчас, и думаю, на это толкование, еще нужно толкование, где все места так легко и хорошо ложатся и воспринимаются. Ну, например, фраза «Ибо собой, как словом, клялся Бог и Отец». Так все сразу понятно? Когда клялся? Как? Каким словом? Бог-Отец клялся. Ну, Ветхий Завет перед этим надо читать. Да, надо читать. То есть это вот к тому, что вот такое достаточно быстрое чтение, оно, ну, не всегда сразу воспринимается. Поэтому это толкование, оно вот для домашнего чтения, когда возникло у тебя какое-то недоразумение в голове, что-то не понял, ты открываешь Ветхий Завет, читаешь, где же, где же вот клялся отец, Бог-Отец, Бог-Отец клялся, как словом? То есть, чтобы это было понятно. А так, ну, прочитал и прочитал, только время потратил. На занятия оставаться надо, вот сейчас занятия должны быть. Это к этому. Ну, и, естественно, все-таки мы должны вспомнить наших болящих. Вот брат уже рассказал о своей супруге, Надежде Ивановне, о ней мы молимся постоянно, и о нем молиться нужно. Надо будет, чтобы Господь расположил сердца врачей, начальствующих, чтобы брату Николаю помочь как-то, или дневной стационар, или как-то надо его... Тут еще, если положить его, опять же, куда девать? Надежда Ивановна. Если положить его, надо полечить его, конечно, но куда девать? Надежда Ивановна. Ну, вот так и есть. А болят, значит, положить? Вот. А болящих еще кто у нас, значит? Вот сейчас Алектина Пантелеевна сказала, попросила помолиться о Любови Петровне, у нее там совсем плохо. МЧС вызывали по поводу ее сестры. Ну, там, сама она уже не ходить ничего не может, но там жуткое состояние. Так как там все это разрешится, одному Богу известно. Еще кто у нас болящий, кто требует нашего пристального внимания? Антониса Вясяна вроде как бодрая. Она так крепится. Кто еще у нас такие сильно немощные? Марка Ита сегодня прибыла на своих лимузинах. Любовь Михайловна, спрашивай, кто еще больной? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, да. На 28-й должны не поправиться. Должны дать, сейчас можно. Так вот. Вы вместе? Запрограммировано? Вы вместе будете поправиться? Молодцы. Да, все. Такой четкий ответ. Я сразу видно, что человек служил в органах. Офицер. Офицер. Предполагает. Так, и вот еще, кто участвует в группе общения на Святой Библии, да, во Святой Библии, тот знает об этой ситуации, ну и, естественно, из других источников знает, что наши братья и сестры страдают от наводнения. Валентина, в частности, наша тоже, у нее там угроза подтопления остается еще на сегодняшний день, вроде там как-то облегчение было, но еще остается там повторная возможность затопления. В роликах показывают, там, по крышу дома залиты. То есть, и разное это толкование. Вот это вы по вашим грехам Господь дает, это вот вы, значит, такие согрешили, и вот вам наказание. Да, милость Божья. Вот, ну правильно, другие говорят, что... То есть, правильно воспринять, чтобы это вот наказание или не наказание, ну, по-любому нужно принять это с благодарностью. Бог посылает солнце, и точно праведных и неправедных. А то вот одних избрал, на этих посылаем дождь, а на этих нет, не посылает Бог. За Пугачевское расстание это им, что переименовали веку. Ну, конечно, а как иначе? Ну, одним словом, не будем мы измышлять за что, это Господь только знает за что. Нужно принять, чтобы Господь дал силы и терпение всем пострадавшим перенести это испытание. Михаил просил молиться. Он за все уже славит Бога. Ну, слава Богу, что он уже славит. Вот, теперь у нас еще есть брат и сестра, которые ждут наши постоянные опеки, материальные и духовные. Они до сих пор не трудоустроены. Пенсия 12 тысяч, это знаете, на двоих, это когда еще половина это за коммунальные услуги нужно заплатить. Я удивляюсь, как они там выживают. Вот состоится, вероятно, на следующей неделе разговор с главным врачом. Я попытаюсь там поговорить с главным врачом Олейска. Может быть, там как-то какая-то вакансия будет у них. Но это 60 километров до Олейска от их пристани. Поэтому сложности такие. Ну и дай Бог, чтобы, может быть, на месте у них там что-то возникло. Михаил сейчас проспектаризировался. У него еще теперь дополнительно к тому, что он фельдшер-окуршер, еще есть теперь документ, который позволяет ему работать как массажисту. Массажист – это достаточно более легко востребованная специальность. Дай Бог, чтобы это тоже приносило доход в судьбу. Так что не оставляйте их в молитве и материально не забывайте их поддерживать. Так, еще? У кого есть слово, брат, о своих подопечных учебе? Да, подопечные наши чада выходят с удовольствием. Вчера проходили мы четвертую главу книги «Бытия». Ну, уже Каина и Авеля прошли. Теперь потомки Каина, ну, сложно. Читали вчера самостоятельно. Кто-то хорошо читает. Но как только имена начинаются, то все есть незнакомые какие-то слова. Ну, видно, что дети, или кто-то не читает вообще, или очень редко-редко открывает слово Божие. Ну, попросил родственников, родителей, чтобы вот эти места, которые мы проходим, открывали вместе с ними, поясняли немного. Ну, и Златоуст нам помогает. Я решил таким путем пойти. Берем Златоуста, я туда прям любишься, беру небольшие. Ну, немножко там те, кто уже 13-14 лет, они читают. Златоуст-то прочитали? Ну, вроде нормально. Там же выражение тоже нужно. Златоуст не просто так рассказывал, но он эмоциональный. Ну, зато там все есть, ничего придумывать не надо. Никаких Макдональдов там каких-то еще там брать, или раби какого-нибудь. Все у нас есть в православии. Ну, и песнопения и стихи, эти события, тоже им читаем. Вот, не поют наши дети. Вот, баптистские поют. Дети такие же. 13-14 лет у них уже целый хоры. У нас они дети. Вот, Богородица Дева, радуйся, может быть, и то не могут. Не знаю, как это сделать. Были бы они здесь, можно было попробовать. Один, второй, через компьютер. Не знаю, сложно очень. Там то микрофоны плохо, то зависнут дети, и все. Зависли. Ну, волнение там или что, непонятно. Так что ваши молитвы, без них никак. Помоги Господи. Спасибо Господи Вас. Спасибо Христос. Еще прошу помолиться о моей дочери Анастасии, которая путешествует в Томск, учеба, до следующего воскресенья. Интернет-сообщество тоже прошу помолиться о ней, чтобы Господь сохранил ее в пути и на месте. А ты сегодня батюшка упоминал, да? Да. Так, еще у кого есть слово? У вас еще есть слово? Так я еще не начинал. Ну, давай. Так, давайте договоримся. В среду в четырех часов. В четырех? Потому что длинно будет, Эля. Поэтому кто даже попозже придет, хватит еще ему. Так, вопрос об этом юноше. В неделя прошла. Какие изменения? Плюсовые, минусовые, да? Давай ответить. Ну, я его не вижу, не слышу, мне он не отчитывается. Я говорю, я его не вижу, не слышу, мне он не отчитывается. Ну, жалобы были там небольшие. Ну, вроде как учатся. Жалобы, что с телефоном ходят. Понимаю, жалобы на одно, что человек этот не слышит, что ему говорят. Вчера мы стали говорить, я маленько что уже знал, сказали. Телефон. Зачем он тебе на работе нужен? Ухаживать за животными. Тачку везу, и сам смотрю, у кому это? А другие рабочие-то видят, что он лукавит. То есть работник никакой. А зачем же ехал? Тут уже разговоры пошли такие, что невесту нашел уже, жениться собирается. Так нет? Нет. Ну, нет, ну, говорил я о женитьбе. Да. Это подход. Ну, ты сам так вот подумай. Мысленно перенесись такое, что ты нормальный, а невеста такая, как ты. Ты бы взял ее? Нет. Нет. Отвечай сам за себя. И что тут говорить? Зачем тебе нужен телефон и время работы? У меня привычка. Начальника на тобой никакого нету. А я должен о тебе думать. Тем более, у вас там сидят на крышах. Тут касается Андрея. Андрей сказал до Пасхи. Значит, в среду я прошу обязательно вечером быть, не ссылаться ни на какие болячки и отмолиться канон. Может, что-то тебя Господь, но уже измениться, как той ты должен, ты не можешь быть, ты родился другим. Ну, это ничего не сделаешь. Но в это надо войти. Вот у нас какой он? Такой человек, варьбы не взяли, ну, дальше иди куда угодно. У него ни специальности нету. Уже учился колледж, это техникум. И хороший, мать, пристроил его. Бросил ни с кем, ни с кем. Он советников никого не имеет. А почему? Лень. Прошла неделя, я спрашиваю, сколько раз ты утрами не встал на молитву? Ну, неделю, в воскресенье мы не собираемся. Половина. Остается шесть дней. Три раза тебя не было. А я поздно, Лёх. Я тебе сказал, ложиться не позже, не выйти. Говорил? Да. Не получается? А я зачем тебе нужен? Я тебе не нужен, ты совершенно чужой. Я диктатор, поэтому как диктатора надо слушать. Иначе я просто обязан уволить тебя. Привыкли это слово диктатор. Сказал что-то, так и сейчас пост. А вы не диктуете. У меня что есть, то я ем. Я как могу рассуждать? Я рассуждаю как с верующим. Зачем ты сюда ехал? Почему ты там это не нашел? Ты подумал, что здесь я найду, и люди будут меня на руках нести, будут кормить. Дураков хватает в мире, накормят. Но получается так. Значит, третья неделя. Какая она, четвертая здесь будет? Измени отношения. Значит, в среду, к четырем, пораньше не опоздать. Маленькую вот тряпочку дай подручечке ему, чтобы было. Посмотри, сегодня ты уже не падал, но все время поясок твой у тебя вот так вот стоит. Всю службу так? Да, я потягиваю. Ну, это малые дети. Если ты, вот он работает, телефон, вот этот вот, он тебе даже что-то не работает. И вот он перебирает, он не думает. Ну, я имею опыт с детьми. Как малый ребенок, я тебя предупредил, к поясу не прикасайся. Рубашка, вот она, зашил. Она здесь не нужна. Зачем мне нужна? Я же не парализованный. Вот до сих пор голову просунуть. А тебя-то зашил. Все. Сделал? Нет, конечно. То есть, что бы я ни сказал, я отсутствую. Я должен устраниться. Устраниться я не могу, потому что у меня должность такая. Я бы не сказал тебе, где тут. У нас есть кому и командовать, и сказать. Ну, показать. Сан, скажи, за неделю, что у тебя изменилось в жизни твоей? Я стал соображать. Я в работе стал соображать. А у меня это нет, уехал или еще, да? Там кто есть, нет. Андрюша, нужен ты. Пожалуйста. Скажи про своего подопечного. Мы говорим о нем. Как у тебя? Мы только оставили его ради тебя, что ты заступился, но не дальше Пасхи. Он не слушает, поскольку я говорю с ним. За неделю что-то изменилось? Так, прошу не надо еще говорить. Вот этот отъем сдох стоит часового разговора. За тебя ведь если еще случится, и это не дай бог, а ты можешь это сделать. Тебя взяли, ты заболел или там где-то сунулся, ударил. Спросят с хозяина. И спросят покруто. Ты видел, кого ты принимал-то? Ты еще делаешь-то? Он лево-отправо не отличает, как он сказано было про ненеби. 120 тысяч человек и от лево-направо не отличаются. Еще с собой будет. Это у тебя он стоит рядом здесь. И он будет говорить, что видел и не видел, почему. Я так привык. С родной матерью, с отцом, у него никаких согласий нет. Он хозяин. Ничего не имея. А что бы наш отец с матерью делали? Нас десятеро живых детей. Десятеро. Ты-то прикинь маленько. Десятеро. И разные дети-то. Пять мальчиков, пять девчонок. Отец с матерью вместе полкласса не кончили. Они никакого совета не могут. Ты, сынок, работай так, чтобы тебя еще могли позвать. Это у меня отец говорил. Я главный был тащильщик. Ножницы, ножи, тяпки в деревне. Видишь, денег-то нету. Кто-то там молока даст, кто-то что-то. Мы так жили. Мать скажет. Спросила, я не вижу, где хозяйка твоя. Нету ее? Ну вот, она говорит, я вот только сижу с ребенком. Охота, чтобы быть полезной другому. Ну здорово. Это город. Наша мама, а она дояркой работала. А доярка это вручную. Вручную за соски тянуть. Двенадцать коров. Два-три раза в день. Десять детей. Отец в фронтовик левой руки под плечо нету. Там и по воде надеть или что-то. И мы ни разу не видели мать больную. За всю жизнь никто ее не видел. Один раз она легла, только так что-то за ним могла. Ой. Я еще на пешку полезла-то. А сын один работает у терят выбраски. Там 40 градусов температура на улице холода. Она пошла, скинула пупайку и давай там работать. На бословице пришла, говорит, не болею, ничего нет. Мы ни разу не видели, а лекарства вообще нету. Температуру изменять никто. У тебя что? О, это мы вылечим сразу. Картошка. Слили с нее. Надышался. Что у меня там есть? Отец тулуп там и держал под него. Ну, выпить можно парного молока было, да еще с куриным там, это, так сказать, с густиным салом нахереться. Смотришь опять на ногах. Сами себя лечили. Врача-то не было на деревне. Этого не знал никто. Ты избалованный. Добрый отец, я не знаю какой отец, но имею в виду строго взыскивающий, он бы тебя таким не оставил. И вот мать уходит, и с каждым днем вот полгектара картошки, вот четыре полосы, которые туда и обратно, их надо прополоть. Или две, а картошка вот так, а я ползу без тяпки и вырываю. Почему? Мне надо к четырем дня закончить, чтобы на велосипеде уехать сусика выливать. А они далеко-то, вода там, а они там где-то на бугре. Я руками несу, а учусь в пятом классе уже. Надо сдать за 20 километров шкурку отвезти, поймать, высушить. Три копейки. Тем деньгам. Но если первым сортом, а сделать он не первым будет. Шесть копеек. Второй сорт 5,4 копейки. Даже это. Мне велосипед купить надо. Школа за 15 километров. У тебя никакой нужды нету. И вот здесь, что бы ни было, этот, как говорится, висит на тебе и на другом, если кто узнает, каким образом приехал-то, кто соглашался. Я спрошу Михаила, еще тамошнего. И никто не сказал, кто ты такой, мы и знать не знаем. Ну, ты зовешься Георгий, паспорт у Егор. Я не против. Вся раз пристроился на исповедь, некрещеный. Что же делаешь? Я его туда вытащил, уже платную к дюре стоял. То есть, во всех отношениях ты крайне опасен. Но пока еще, но Бог хранит. Почему ты, я говорю, три раза на молитву не вышел? На молитву не вышел, а дальше ничего нет. Домашней церкви нет. Ты рядом. Ты от меня слышал, что мы начинаем молиться? Да. Да, почему не было три дня? Проспал. Все хочешь, что я понимаю. Я не обязан тебе тащить. У меня своих вопросов хватает. Утром я встаю, едва-едва-едва, пока помолились, а теперь я на кресток хожу, и мне надо пройти восемь метров сюда, восемь метров, это один раз. И нужно сходить ни худо, ни мало, 150 раз. 150 поворотов сделать. Вечером опять тоже. Шесть километров, чтобы находить в день. Я хожу, и никто не заметит, без палочки. Я знаю, трость, если взял, капут, она уже прикипела. Тебе уже ее не бросить. Ты так... Она вот она. У батюшки палочка уже в руке. И тоже большие разговоры идут. Так, тебе понятно? Больше говорить не хочу. И изменись решительно. Вставать вовремя, работать, телефон не берет с собой, тебя там как кормят. Ты больным себя считаешь? Нет? Нет. Нет. Значит, растительное масло убрать. Его нельзя жарить. Если жарить на растительном масле, склонность к раку желудка. Я один раз услышал, мне достаточно было, дорожкой, чем-то, к инфарту. Я когда узнал в армии еще все, это мой рацион больше ни разу не пришло. В армии тогда строго следили. Служил в армии? Да. Если расстегнуть, так вот будет. Счет с тобой будет. Замещание сделают? На варку. Вот. На губу. А сегодня как? Я вот в армии, как, ну, в 61-м году, это считай, сколько уже, 62 года? Я 62 года не расстегиваюсь. Меня никто не видел, достаточно там, мне было армии. Я много хорошего там взял. А армия это пропил. Годы, тогда не полтора года служили, не год, а 4 года в Марклоте. Так, теперь, сразу давайте по-хорошему. Кто придет на канон Андрея Критского? Я хочу придет. Ну, что прежний. Обязательно. Значит, читает, молитвы, молится, мы рядом стоим. Вот наш брат Игорь Владимирович, я стою рядом, потому что все слышу, все как надо. Володя все снимает, все это выставляем. Другое. Я даю завещание, но с рассуждением. Первое, что я завещаю, скажи, брат, что я всегда говорю? Похоронить Евангелию. Что? Конкретно, я всегда говорю, на первом месте стоите. Что оставляю вам? Не ходить в Господь, не ходить в Господь. Никогда в Патриархию не переходите. Вот вы обозрите, что сейчас мы, сегодня мы все будем в Синоге. А у меня так и получается, священнослужители, прямо горяченькие еще я говорю. Итак, то положение, в котором мы находимся, мы его себе выбирали, вот мы, трудно, ничего нету. У нас продажи нету. Там есть продажи. Если они будут здесь, они сразу, им нужно, свечи это восковые, они сразу пропадут, они будут зеленые у них, какие угодно. Наполовину дальше переплавлять, то есть, кража идет. А они, если будет священник, оттуда, и мы им, то есть, войдем в Патриархию, книги все запрещены. Деревни не существует. Ну, еще маленько, там другие люди могут, могут как бы. Ладно, детского лагеря сейчас нету. Все, что у нас есть, священник, восковые и прочее, не будет. Что у них в антиминцах, никто не знает. Сколько? 20 тысяч, кажется, храмов закрыл Хрущев. Никита. Храмы закрыты, антиминцы конфискованы. А потом мы навернулись, и есть очень сильное предположение, что наложили туда, учитывая, что это сатанисты, от своего измазаряя, и не надо, это нас предупреждает Господь. Они у них пролежали 8 лет, а теперь назад возвращают. Что там? У нас, которые есть антиминцы, полученные от русской православной зарубежной церкви, которая с КГБ, с коммунистами, никакого отношения не имела. Им было трудно. Сразу 6 священников, один из них будет епископ Евтихий, брат его Михаил, сразу ушли оттуда. Невозможно. Они что угодно делают. Тут на меня сколько в основном священники нападают, такие мерзости говорят, и ни за что не отвечают. Где он берет, откуда что, доказывать не надо. Почему? Потому что дьявол лжется, отец лжит. Это они сразу протягивают руку сюда. Меня там не будет вам жить. Теперь, нас приняли. Наша община, Московская Патриотия, не была ни одного часа. Она зарегистрирована была сразу в отделе юстиции РПЦЗ, русского православного церковья за рубежом. И по сегодняшний день, они прямо каждый раз, если только мы сегодня подчинились, все, теперь и священники, какой они будут смотреть, кого. А у нас нету, договорились, батюшки нету, мы договоримся, да у нас свой священник может быть. Но, священник из Патриархии. А раз священник из Патриархии, поминаться будет, вслух уже, не про себя батюшка, как и делается, Патриарха, который будет в то время. Это надо уже с этим согласиться. Ну, когда архиереи к нам приезжают, они же так и делают. Архиерея, потом сразу, который, представитель там, предстоятия зарубежной церкви, его поминают, Лавра поминали, Илариона, а после него, местного, и который там. А который там, на район на нашем, был который-то, тот с первого дня, западной Украины, говорит, объявил войну, вызвал священников, хоть кто потеряюку приедет, запрещен будет служение. Это все передали священники, которые были там. Ну, и Виктора Николаевича, сестра Ольга Николаевна, там рядом, они, священники-то оттуда уходили где-то. Вот этой свободы, которая у нас в собрании, вот эта категория, он сказал, если патриархизны, что он может, у них свой устав. А по уставу староста никакой власти не имеет, он не имеет права избирать. То есть, я за власть не держусь. Ну, у нас все благополучно. И они свои, вот когда титок этот, отец Георгий, то есть, они туда все отделились, куда они перешли, ну, может, греческое старостильное, некоторые туда потянулись. Но там невозможно. Вот выставляет, стоит какой-то монах, и, знаете, икона Борис, и он из-за иконы выглядывает. Я еще, я не разговариваю, иконы, вот они. Ему не надо правды. Ему нужно свалить. А свалить он не может, потому что, Господь не может на стороне лжи быть. Три священника, снимают фильм у нас, предчувствия, и три священника дают ответ, когда их спрашивают обо мне. Я могу называть их. Кто? Это Капранов был, отец Николай Войтович, и там еще был отец Михаил. Трое. Это в фильмы вошел навсегда. Ни одного нету. Нету? Они до 70 лет не доживают даже. Почему? Когда я был в лагере, а тут статьи 5, наверное, было. МК на Алтае. Московская, 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 Московская. Ну, я говорю, а кто писал? Наконец-то Лапкина прихлопнули, заголовок. Эй, какая, блоха какая-то, а левуха. Я пришел в редакцию, говорить, они не говорят. Но мне сказали, это лучший из их представителей, там, журналист. И что? Я не встречаюсь с ним. Я только сказал, передайте ему. Он говорил неправду. Есть такое выражение, сатисфакции. Требую возмещения. Вы меня акклиментали, иначе я в суд подам. Статья за статьей были. Я так и сделал. Прошло 3 дня, примерно, его находят зарезанный. Не, там, особая организация, ВНЗ была, не еврейская, подсоединенная. Профессор, остановили где-то его подсанята и изрезали заднюю часть ему, как могли. Я не был. Я разговариваю с представителями Кровой администрации, что это что за разгром такой? О которой выступал там летчик против меня. Запретили, он в редакции работал тоже. Там какая-то Ирина была на лестнице, за голову полностью. Вы знаете, смело ни одного нигде нет. Я ничего не делал, просто мы молились. Поэтому нам хорошо. И это понимал, и в Писках, и в Тихе, когда туда переходил. Но в ночь, когда говорили, говорили только о признании, что благодатная. Та церковь и это. Больше ничего не было. Об объединении ни одного слова не было сказано. И он написал тогда, ему, видимо, сказали, как ты никто будешь, а тут поставим епископа. А это, кстати, и закончено. Потому что большинство уже священники, там вообще, за то, чтобы соединиться. Соединились. В эту ночь он написал, отрекаясь от всего, что там было. Зря мы туда переходили. У меня тот материал, его на руках есть. Это надо думать. Его нету, но мы молимся. Он 13 лет у нас был. И кроме хорошего, бы сказать, а это, человеческая, говорится, слабость. На одну ночь такой он был. Он нас терпел. Когда-то был каждый день рождения. Поздравляю тебя, подошел и говорю, Владыка, я хотел вам сказать, поблагодарить, что вы за это время нас не сожрали. Самое главное, другого мы не ждали. Ну, теперь, а теперь туда идти, это значит, мы должны признать все, что они сделали. Само убийцы отпевать за это время принято. Разойтись, может, только супружеская неверность. Сегодня 12 причин развода мы должны принять. С нами никто уже разговаривать не будет. И далее, я нигде не могу причащаться тогда, если я ему не подчиняюсь. А если сейчас батюшки у нас нету, мы в любом храме можем причащаться. Почему? Благодатность московской патриархии мы не отрицали, признавали, когда еще не было никакого объединения. У нас и детей всех собирали, они там причащались. И сейчас тут, поэтому первый наказ сохранить то, что у нас есть. Ни собраний вот этих, ни места, ничего этого не будет. Они там друг друга так трепут, сейчас смотришь. Только выступил священник, сказал, что тех, которых там убивают в определенном месте, они чего вы взяли, что они на небе-то? Сразу на заметке, почему так сказал, и сразу по шапке, сколько уже, я вижу, священников, Андрея Кураева, сняли с него сан, а он уехал, кажется, в Польшу, и везде подписывается иностранный агент. Вернули ему сан. А? Вернули сан. Да, знаю, вернули, это не они, а Греция. Греция его приняла, вернули сан. Хотя, согласно канону, до некоторой степени, нельзя обращаться, написано, за море. Другую юридикцию. Ну, ну, а вы как считаете? Я считаю, это все неправильно, что отняли. Они не могли доказать, чем винуен отец Головин Владимир. А за то, что, вот, там, конечно, игра произошла, не соглашение говорить, а надо было согласие. А соглашение, это означает обязанность. Вот соглашение между Риббентропом и Молотом. Это соглашение подписано, а не соглашение. Соглашение должны получить просимое. Кто получил просимое? Я просила дочки, хорошего мужа, заплатила там деньги, сколько, 12 тысячи напишет мне, а это, за молитву, тысяча, представь, тысяча, а их, у нас оттуда один человек, который помогал, два с половиной миллиона только тех, которые заказывают, это два с половиной миллиарда. Там, деньгам никакого счета нигде нету. Его вызвали, у него там сын, ясно, Анастасия, кажется, так или нет. Его тоже куда-то убрали. С него вся Алисанта, из-за чего? Поток не туда денег идет, больше ничего нет. Ну, было у него, где-то немножко рассуждает, так вот, знаете, там, фатимская, богоматерь, явилась, и это, вот, Господь любит так, через католиков. Когда были, я говорю, отец, это сатана явился. Что написано? Она лица не видела, которые дети видели. У нас в лагере был такой случай однажды. Однажды. Небольшая такая одна у нас была. И она, впереди стоит Серафима Гавриловна, она когда наклонится, оплатит до полу. А она, раз, заскочит на пол, она поднимается, поймет она, опрокинется. Ты что делаешь? Спросили. Так он говорил, так сделать. Кто он? Ей кто-то говорит. Ну, когда были в лагере, я попросил ее, а ты могла бы нарисовать? Могла. И она нарисовала, спрашивая лицо, где? А у него лица нету. Это то, что у нас было. Ты скажешь, не веришь, у нас написано там, и у меня есть который человек, который свидетель этих разговоров. Что это означает? Сатана, ему разницы нет какой, маленький где-то, но не может младенцев, который на руках Осана Вышних, он не может, на этом он споткнется, Антихрист, чтобы сделать безмолвную врага и мстителя, дальше написано. Из уст младенцев, говорит, других детей устроил хвалу. Это единственное, чего он не сможет делать. Подхищать мертвых будет призрачным. Один там с одним есть святом, святым говорит, когда отец у тебя, да утомил, говорит, неделю, я знаю, как достать. Я сейчас ныряю, я его выведу. Нырнул, а уже видно, он никого, беса одного тащит, показывает. А этот помолился, что-то и говорит, да не выйдет окаянный, то море только взбугрило, и он там остался. С сатаной бороться надо, не просто бороться, побеждать всегда. Победа полная. Я опять возвращаюсь на то. Патриархии. Так, антиминцы у нас свои, у батюшки, оттуда. И, когда я уезжал, митрополит Виталий меня вызвал и вешает один, там другой на меня, чтобы везде пройти, она вести. Теперь, мир, которым помазают, это не Ильей, миром, когда при крещении свое оттуда взятое. У нас нужды к ним никакой, правильное отношение. И Бог дал такого сегодня архиерея, даже высказать нельзя. Один тут, Степаненко, вы же знаете его, он выступил и говорит, вот смотрите, заступается за чужих, то есть, а мы не патриархийные, а у нас архиерей своих поедом заедает. То есть, пример. А он-то патриархийный, когда бывает, ну как, вы знаете, что тут было, когда я пришел туда с подарками от Кисного Православия, новое издание, и 30 книг, а то две сумки надо тащить было, принесли туда. Я с Ильхиарем-то не договорился где, а тут отец таким заходит, я ему сказал, он вот сразу же повернул, и с другим дверь вышел у меня, ну-ка иди сюда мне, что я говорю, книги. Я говорю, надо же так, чтобы когда будут подходить, или я подойду, я знаю как, поставьте здесь. Я сумки оставил, потом надо посмотреть, гляжу, уже священники пошли, а он поставил такого крупных размера семинариста, который берет по две книги, одному дает, выдели уже, другому дает. Всем не хватило. На утро мы поехали, попросили брата, даже, тогда сестра довела до туда? Нет? Ты до 13-го довел, да? Ну, я да. Что-то затормозило, мы, видимо, сюда сначала сунулись. 40 уже, 30 и 40, а его нету, мы на стол все сложили, секретарь все записала для тех, кому не хватило. Дальше, куда он поедет служить, он, бывает, открывается, что-то там. Это тем священникам, а третье, отличникам семинаристов. Нам это обходится не просто так. Вот даже, смотри, два с половиной, нет, 2200 стоит одна, 70 умножь, что? За 150 уже сразу перепрыгнуло. Почему? И, понятно, одна радость. Почему? Этого ничего не будет. Наши отношения такие вот, и при том, наши общины единственные в России. А вот в России сейчас мы, ну, просто так сказать, шагнули, и находимся мы, которые не признают патриархию на Украине или у немцев. Их, зарубежные нас признают, конечно, нас не отпущали, ничего нету, но они дали отчет, у нас не числятся. Ну, не числятся, конечно, раз они объединились, а мы не подали заявление, заявление надо было писать, сохранить то, что сейчас есть. Те от нас отказались, а к этим мы не пошли. То есть, Бог дал нам такую свободу, но чтобы мы правильно ей воспользовались. Все было канонически доказано. Молились, я каждый день молюсь за патриарха, за Папу Римского, за всех молимся. Так это не в церкви. Правильно, не в церкви. Но в церкви-то, когда будет у нас оттуда, тогда, раз он будет патриаршей, когда приезжает митрополит, отсюда он произносит имя патриарха, теперь можно. Но если оттуда, а если у нас тут будет, приедет кто-то зарубежный, тогда не надо. И сегодня не надо. Я еще за это обьюсь сколько времени. Вроде бы все согласны перейти, не согласны только вот эти двое наших братьев. Не то. Меня сбросили со счетов. Все, что у нас есть, да, не меряется, не по слуху говорю. Вот о чем я хотел сказать сегодня, чтобы смотрели, что у нас есть и берегли это. Мира есть все. Так, еще маленький вам наказ. Когда туда приходите, туда, я вечером шторки утром прихожу, шторки, Марияня началась, шторки отхали, шторки не открывайте. А они ничего не дают, потому что большой свет. Открой, запись будет никакая. Потому что этот свет будет попадать. Нам нужна хорошая запись. Ну не трогайте шторки, не дергайте. Вот шторки нормальные. Подходит один раз уже сестра, а можно постирать? Я говорю, те они стирали в дребенге. Не трогать шторки. Шторки подвергаются нападению. Шторки не допускайте никого до себя. Они на солнце склеены. Так, по экономному договорились. Братник, представь, Васин, ну, насколько от меня это зависит? Вот они лежат с краю, вверху, вверх. Вот, поверь, где голова у вектора. Вот. Вот где, все. Вот, можно не трогать. Понятно. Возьмем. Да, понятно. Значит, по третьей. По порядку теперь легче здесь. Три? Да, уж. Три. Надо несчастье разбить только. Уж это, как говорится, за нами не заржавеет. Как? Вроде бы много писала, совсем мало оказалось. Я не закончил прорца Владимира этого, Голубина. Молиться, как мы каждый день молимся за них. Вот я не могу некоторые моменты объяснить. У меня не идет молитва, совершенно не идет. Я вам вспомяну, один раз может за месяц, и дальше не идет. Вот это Осипов и Дворкин. Главный сектавет. Такой должности нигде нет. Нету? Как будто эти люди не существуют. А на днях смотрю, что говорит Осипов, его отлучать надо. До него уже подали тогда, сколько бились от ереси, какие он проповедует. Сколько он на год, кажется, или на два старше меня, вот такое все торчит, все бритое в галстуке масонском. В то время, когда близко к семинарии не подпускали, когда знали, что человек верующий, а он в то время прописал Батодаров, на маленько-то глаза, говорит, разуйте. Ну, нет молитвы. А за Невзорова атеиста, уроки атеиста проводят, за него молитва легко идет. Я не могу объяснить это. Каждый день я молюсь и вспоминаю, вспоминаю. И кто изобрел телефон, кто это. Вы молитвы свои расширьте. Где какая благодарность, она не на один день. Кто изобрел интернет? Как бы не интернет, нам бы это еще не потребовалось. Ну, у меня сейчас где-то 80 9 миллионов, только на одном просмотру. Миллионов! Это не одна Москва. А говорят, вот столько, там много, и половина, только, так, Николай говорит, или кто, что нет, не половина, раздели ровно на 300. из 300 человек, из 300 человек, которые называются православными, ну, если это из тьмы, невежества, там, мрака, только один. А то уже доказано в университете, она там 5 лет была на интервью, и какой гротовцы, какой, что, и я с ней встречался, беседовал, говорил. На 300 человек один. У нас на месте не стоит. Мы двигаемся. Милостью Божией, если что-то будет, я бы еще добавил, ну, в основном, главное так. Вот в этом все. И вы помните, что я никуда от вас не отхожу. Это хорошо. Значит, у нас, юноша, с этим разобрались, ты пока больше пятницы, даже не, в пятницу, говорю, по Пасхе, до Пасхи, а дальше уже разговора не будет никакого. Из-за этого изменений нету. Ну, там, по мелочи где. И ты не думай держать обиду. Значит, ты бы никогда не узнал, кто ты есть. Тебе ни отец, ни мать этого не говорили. Понял? У тебя самая большая сегодня... Да не мотай голову, я не люблю это, лошади, когда пауты заедают, а на голову и мотают. Ты здесь приехал, тебе накормили, маленько научился работать что-то где-то, что просто так у нас не проходит мимо, надо побеседовать. Я сказал, завтра все заши. Понял? Да. Вот этой кубик оставь, чтобы голова пролезла, и больше ничего. Это маленькая. Телефон не брать с тобой на работу. Ложиться не позже девяти, запомнишь, нет это? Да. Ну, слава Богу. Так, ко мне, есть вопросы? У нас что, детский сад что-нибудь? Давайте. Вот, преследенты, которые меня ни разу не огорчали. Завершаем. Достойно истинно. Достойно истяковую истину, блажите Тя, Богородицу, приснабложеною и принепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую героин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слава родшую, тучую, Богородицу, Тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия авва отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец и Святой Дух. Аминь. Господи Божий Господи Божий пострадание и пролитой крови о всех взятых из домов на фронт. Благослови и сохрани Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам. И посети томящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах за слово Твое. Сохрани их там, Господи, и помилуй. Монаха Сергея, Владислава Вара, мы просили об Илье, и Ты внезапно освободил его без суда. Какое великое чудо совершено в наши дни. Господи, помоги Илье не давать повода ищущим повода, чтобы он во всем был верен Тебе, Господи. Если мешает старое товарищ, разлучи его с ними. Тебе, Боже, хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Когда мы готовились к регистрации, патриархия с ума сходила. Владели юстиции, говорят, непрерывно, чтобы вас не регистрировали. Итак, если мы уйдем, вечер будем, не опрекайся, и вечер встретим митрополита, который принял нас, Виталия, там других, какая радость будет. А если не так, ну, сохрани Бог от этого. Да. Аллилуйя. Аллилуйя, аминь. Так, на занятиях кто остается?